Слияние двух крупных компаний «Трансэнерго» и «Акбулака» произошло больше года назад, но некоторые абоненты по-прежнему производили оплату за пользование коммунальными услугами по старым лицевым счетам. С января текущего года «Монополист» провел большую работу, в первую очередь техническую, по объединению двух счетов в единой от АО «Октубет Суэнерджи Групп». 140 тысяч абонентов по воде, по теплу 70 тысяч. Из-за этого оставили лицевые счета водоканала. Хоть мы «Трансэнерго» лицевые счета аннулировали, но эти лицевые счета старые, есть какие-то дублирующие, то есть дублирующие, что в «Акбулаке», что в бывшем «Трансэнерго» подсчет лицевых счетов был одинаковый. С однерки до шестизначного номера шло. И, соответственно, они попадают в некоторых местах, вот, например, пятизначный забивает старый «Трансэнерго», он совпадает со старым лицевым счетом «Акбулака». Соответственно, там другой адрес выходит, соответственно, другой фамилия, имя, отчество выходит. Существует два способа онлайн-оплаты, которыми сейчас пользуется большинство абонентов. В банковском приложении можно совершить платеж по единому платежному документу, где указывается перечень сразу всех услуг и компаний. Также проплатить можно отдельно за тепло-горячую воду и холодную воду-канализацию. Соответственно, раньше это были лицевые счета «Трансэнерго» и «Акбулака». В первом случае счета объединились автоматически. Неразбериха возникла, когда абоненты по привычке пытались произвести оплату по старым счетам. Системы выдавали чужие адреса, фамилии и суммы. Проблемы, как у всех, больше начислили, чем положено. Не удалось ли это выяснить? Уже второй месяц, так перерасчеты ждем. Вы платили уже по новым квитанциям? Да. Через приложение платила и полчаса переплатила. Теперь вам нужно скорректировать сумму, да? Да. А в чем причины, не знаете? Говорят, система. Мне ничего не ясно. Ежемесячно я платила за отопление по 6 тысяч тенгей. Вот уже второй раз мне приходит сумма в 12 тысяч. За что? Откуда такие цифры взяли? Сейчас буду разбираться. С оплатой проблема. Что именно? Ну я вот не знаю. У меня вообще, они как объединение произвели. У меня сейчас получается другая фамилия приходит. Еще другой. Вот пришел до этого выяснять. До этого ничего не удалось выяснить, да? До этого я приходил в том месяце. У меня получается даже за холодную воду переплатил. Сказали, что один и тот же счет, что за отопление, что за холодную воду. Сейчас получается мне в двойном тарифе приходит и больше. Я до этого если платил 6 тысяч, сейчас у меня получается за два месяца почти 16 с чем-то. По 9 тысяч. Откуда взяли? Руководство компании заверяет, что лишних начислений нет и быть не может. Сейчас система работает корректно. По переплате будет произведен перерасчет. По непроизведенной оплате в связи с неверными данными на абонента счет выставляется с учетом долга. Пеня при этом не начисляется. В данный момент неправильных начислений нет. Тарифы все старые остались с прошлого года. Изменений в тарифе именно по группе потребителей населения не было. Мы вас уверяем. Сумма завышенная. Вот такие вопросы приходят. В прошлом месяце, первый месяц, когда мы объединили эти две программы через ЕПД, именно платежные документы, которые раздавались квитанции Каспочты, там были значения ноль. То есть потребление кубатуры или гиггалории были указаны. Расчет он был, тарифы, все в квитанции указано было. Там только посчитать надо было. Но в связи с техническим сбоем к оплате стояло ноль. То есть, соответственно, кто пришел или кто через Каспи, хотя через Каспи приложение зайдя, через эти лицевые счеты, можно было бы свою оплату увидеть и оплатить. Но тот, кто увидел квитанцию и не оплатил, у них, соответственно, за два месяца накопилось это. Получается, за январское, то есть декабрьское, которое получили на январе, и уже вот февральское. За два месяца у них накопилось, пришло. По всем возникшим проблемам можно обратиться лично в абонентский отдел Суэнерджи Групп. Также заявление в произвольной форме можно отправить на официальный почтовый адрес компании. Еще один способ выяснить все моменты – связь со своим контролером через WhatsApp-мессенджер. Всем абонентам настоятельно рекомендуют оплачивать услуги компании по квитанциям пост-ЕПД или отдельно по старому лицевому счету АО «Акбулак». Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт».